Привет! Как дела? Так как глобальное потепление не обошло и Санкт-Петербург, у нас уже полтора месяца царит 30-градусная жара. Такое, наверное, впервые происходит в Санкт-Петербурге, поэтому мне очень тяжело записывать ролики в такой парящей атмосфере, чувствую себя как в бане. Поэтому сегодня я пред вами предстала в таком морском стиле, с мокрой головой, так я спасаюсь от жары в Санкт-Петербурге. Ну и этот образ, в принципе, подходит под тему сегодняшнего видео. Сегодня мы поговорим о городе Пензанс, который находится на самом западе Англии в графстве Корнвелл. Итак, напомню, это был второй город нашего с мамой большого путешествия по графству Корнвелл после посещения города Нью-Куэй, из которого, согласно моему расписанию, мы в 15.30 отправились на автобусе National Express в город Пензанс. Ехать туда на автобусе, как оказалось, нужно было 2 часа 15 минут. И, кстати, этот маршрут пролегал через город Сан-Ив, в который мы направились уже после Пензанса, но об этом я расскажу в следующем ролике. И автобус нам обошелся на двоих в 15 фунтов. Итак, город Пензанс находится на крайнем юго-западе полуострова Корнвелл на западном берегу залива Маунс, относящегося к проливу Ла-Манш. Редактор субтитров А.Семкин Это небольшой портовый городок. Его население на 2019 год составляло 20,5 тысяч человек. Когда-то здесь обитали пираты, охотившиеся за сбившимися с пути кораблями. Пираты использовали прием ложных маяков, заманивающих корабли на скалы. Те маяки сгорели без следа, но в музее маяков можно узнать историю настоящих маяков Англии. В период Римской империи и в средние века отсюда вывозили олово. Также отсюда эмигранты отправлялись в долгое путешествие в новый свет. Гольфстрим подходит сюда так близко, что весной здесь первыми в Англии распускаются цветы, а прямо в палисадниках растут пальмы и другие экзотические растения. Застройка в основном викторианской эпохи выделяется своей оригинальностью египетский дом, который был построен в 1835 году на Чапл-стрит. Его фасад украшает резьба, колонны в виде пучков папируса, священные змеи-описы и кариатиды. Центр города наполнен множеством магазинов, пабов и отелей. Мы же отправились по Market Jew Street, можно перевести как улица еврейского рынка, наверное, так. В начале которого мы увидели огромный такой собор с большим куполом, но, как ни странно, именно там находится местный Ллойдсбанк. Нам очень понравились вывески с названием улиц, и также рядом с вокзалом было написано Welcome to Penzance. Я все это поснимала, какие-то там фигурки людей, я не знаю, что это означает. Если кто-то знает, пишите в комментариях. А также город был украшен разноцветными флагами. Я думаю, что это было связано с недавно прошедшим праздником под названием Голован, который проходит в Пензансе в период летнего солнцестояния. Этот праздник был широко известен до конца XIX века в графстве Корволл. Его торжества были посвящены зажжению костров и фейерверков, а также выполнению связанных с ними ритуалов. С 1991 года фестиваль под названием Голован в Пензансе возродил многие из этих древних обычаев и превратился в крупный фестиваль искусства и культуры. Его центральное мероприятие под названием День Мазей в конце июня привлекает в Пензанс тысячи людей. К сожалению, на тот момент, когда мы путешествовали в конце июля, я не знала об этом фестивале. Я бы с удовольствием съездила туда посмотреть именно этот фестиваль, потому что мне всегда нравилось узнавать что-то новенькое, особенно английский, культуру и традиции. Поэтому, если я когда-нибудь еще попаду в Корнвулл, обязательно поеду посетить этот фестиваль. Ну а фотографии я взяла из интернета. К сожалению, я пока такое мероприятие еще не сфотографировала. Так как в Пензанс мы прибыли уже практически в 6 часов вечера, мы только успели дойти до отеля, поснимать всю эту красоту в центре города. И, в принципе, заселившись, мама уже устала очень сильно и сказала, я никуда не пойду. Но мы решили сходить в ближайший Теско, так как еды у нас уже не осталось. Мы решили сходить туда, отовариться продуктами питания для нашего ужина. Там же мы немножечко посидели на набережной, так как прошел небольшой дождик. Мы увидели двойную радугу. Мы решили просто полюбоваться. Я, конечно же, все это поснимала, как на фото, так и на видео. Ну и просто виды города на закате, а также много различных кораблей и фрегатов стояло на якоре недалеко от набережной. Интересно мне показался такой момент, когда люди сидели в машине и ужинали чем-то. Чайка прилетела и села им на капот, и стала смотреть, выпрашивать, дайте мне поесть тоже. Но они абсолютно флегматично, философски посмотрели на эту чайку. Может быть, конечно, они что-то потом и отдали, какие-то ей объедки. Но да, чайки в Англии наглые, они прямо могут из рук выхватить твою еду, особенно на пляжах, особенно в Брайтоне, где очень популярно блюдо fish and chips. Люди, не успев съесть свой ланч, остаются без обеда, потому что чайки буквально набрасываются на картошку фри, и особенно на рыбу. Поэтому мы всегда, когда покупаем fish and chips, всегда просим крышечку, чтобы донести до пляжа или где мы будем это кушать. Мы часто берем на вынос. И едим fish and chips, спасаясь от чаек. Но это я отвлеклась про Брайтон. В Брайтоне я была тысячу раз, поэтому это самый главный город, куда я выезжала из Лондона на морское побережье. Вообще, почему мне, видимо, нравится Англия в общем, и Лондон в частности, то, что он находится недалеко от морского побережья, которое реально такое пляжное. У нас, конечно, в Петербурге есть Финский залив, но это просто лужа по сравнению, допустим, с Брайтоном. Поэтому да, конечно же, в Англии вода для многих холодная, но я люблю купаться в прохладной воде, и для меня море в 17-18 градусов не проблема, если только после этого я могу выйти на берег и хорошенечко прогреться. То есть, если яркое палящее солнце, я могу пойти покупаться в холодной воде. Но если, конечно, не прогреться после купания, я стараюсь в воду не заходить, просто езжу или загорать, или просто ходить по городу, если не повезло с погодой. Но об этом я уже рассказывала в видео про Брайтон. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А сегодня продолжаем про Пензанс. Итак, переночевав в отеле, который стоил Гэст Лодж Пензанс 59 фунтов, это где-то 6 тысяч рублей. На утро мы встали, и так как наш автобус National Express до Сан-Ив был назначен на 11.30, мы немножечко прогулялись по набережной Пензанса, которая в Англии называется Променад. Это, пожалуй, самая большая набережная в графстве Корнвелл, и она является одной из достопримечательностей Пензанса. Ее несколько раз разрушало сильнейшими штормами, и город снова восстанавливал ее. Рядом с набережной находится знаменитый бассейн, пул по-английски, под открытым небом, который был построен в 1935 году на серебряный юбилей правления короля Георга V. Юбилейный бассейн представляет собой единственный сохранившийся в стране бассейн в стиле ар-деко и является одной из главных достопримечательностей этого города. А неподалеку, в заливе Маунтс, виднеется остров Святого Михаила с большим средневековым замком и аббатством. Во время отлива до него можно даже добраться пешком по Отмели, в остальное время только на пароме. По легенде, аббатство было основано в V веке, после того, как рыбак на утесе увидел Святого Михаила. Иногда кажется, что остров плывет над морем. Именно такая картина многие столетия вдохновляла и служила натурой для сообщества местных художников. Мы же прогулялись по набережной, спустились к воде, я там немножечко побегала, попозировала в купальнике, мама меня пофотографировала, и мы двинулись на вокзал, сели в автобус и поехали в наш следующий пункт назначения, на полуостров Сан-Ив. Об этом я расскажу в следующий раз, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч!